здравствуйте уважаемые подписчики двк сегодня у нас костях представители одной очень интересной городской организации можно сказать самой доброй организации города общественного движения вселенная добра галина крахмаль или на здравствуйте здравствуйте позвали вас сегодня пообщаться поговорить о наболевших проблемах о настоящем что скажем так чем живете и самые интересные моменты озвучить давайте начнем вот с последней вот этой истории с щенком по имени дарти которому к сожалению большому сожалению не удалось помочь для меня это как такого человека незнакомого да со сферой вашей деятельности это такой показатель яркий случай то с чем вам приходится сталкиваться каждый день и она как бы отражает в общем-то сферу и всю вашу деятельность всю вашу жизнь в этой организации расскажите пожалуйста поподробнее да это печальный случай один из многих таких историй на самом деле много просто это действительно яркий пример без ответственности людей без ответственности тех кто их плодит животных без ответственность хозяев и в общем-то щенок оказался никому не нужным по итогу заболевания как только все узнали что он болеет он никому не нужен так животные к нам попадают конечно большинство животных это бездомные наши с улиц нашего города с нашего комсомольска вот и конечно часто бывают случаи именно отказа домашних животных что тоже является очень большим препятствием к нашей работе основной с бездомными животными они очень тормозит нашу работу и но это очень грустно когда животные страдают домашние которые должны в общем-то быть под опекой своих хозяев скажите но вот этот щенок он был не беспородный он был породистый и вот как так получилось что такая породистая собака с такой судьбой сложно это полностью вина человека человека который его родил до в кавычках человека который его продал заведомо знаю что он больной но так как этот другой город и собака покупалась людьми вслепую и получала уже доставка ее но и тем не менее новые люди новые хозяева тоже узнал что он больной от него отказались то есть он был не излечима не излечим да его начали лечить в нашем городе в клинике нашего города занимались его лечением безуспешно на протяжении трех месяцев здесь тоже большой такой минус нашим специалистам которые не отправили собаку на более серьезное обследование которых у нас городе нету раньше и сейчас мы не знаем смогли бы мы его вылечить обратившись они раньше к нам за советом в тот день когда к нам они обратились за советом ну уже когда не знали что делать дальше в этот же день выехали в хабаровск в этот же день сделали все необходимое обследование но к сожалению даже не успели получить результаты анализов которые но делаются течение нескольких дней такие серьезные обследования и малыш ну просто не дожил уже было очень поздно так можно сказать и не и мы до сих пор ждем результаты анализов мы уже узнаем так сказать поздно что на самом деле было с ним чему причина врожденное либо приобретенное заболевание и могли бы мы его вылечить или нет то есть мы сейчас сами в ожидании но и к сожалению уже все но вот с такой вот небольшой минорной ноты мы начали но на самом деле же не вся ваша деятельность настолько да вот пессимистично ты трагично наверное есть и какие-то положительные моменты радостные моменты давайте вот немножко вернемся назад и расскажите о том как вообще как возникло то есть очень многим людям интересно как появляются такие организации может быть как кто-то один какой-то один человек решил создать потом собрал вокруг себя единомышленников соответственно вот как появилась вселенная добра комсомольской с чего все начиналось все началось именно для вселенной добра в 2013 году тогда существовала общая группа про животных в соцсетях комсомольская общая группа в общем мы там все состояли и потом между собой определенная группа людей мы уже сплотились друг другу помогали сотрудничали там в общем-то как-то начали встречаться организовали в сбор людей потому что все в соцсетях соцсетях ну давайте встретимся познакомимся встретились за общим столом познакомились и в общем-то начали вот совместно в коллективе сплоченно помогать бездомным животным именно с улицы уже конечно с того года 13 больше половина коллектива сменилась люди приходят и уходят по определенным причинам кто-то устает проведя много лет работы кто-то устает физически морально кто-то из молодых начинает семьей заниматься многие уехали жить в другие города но они продолжают заниматься волонтерством и там как бы от него никуда не уйдешь и все мы с 15 года мы начали проводить мероприятия масштабные с участием животных и без них в семнадцатом мы решили уже нашу организацию зарегистрировать официально получили документы так более удобно в мероприятиях городских каких-то краевых участвовать принимать участие вот уже официально так сказать чтобы не сказали что мы там сами по себе группа волонтеров вот с этого все и началось и конечно позитивных историй намного больше в основном практически все заканчиваются со счастливым концом находятся хозяевам находятся все получают лечение выздоравливают и позитива конечно больше позитива больше и сейчас на данный момент к тому что вот затронули тему породистых породистые конечно в основном попадают больные больные проблемные животные от которых отказались даже независимо от того что их купили за деньги то есть это уже людей не останавливают и выкидывают таких и отдают и лишь бы вот избавиться ну и к нам естественно попадают проблематичные и больные и сейчас на данный момент у нас тоже есть на передержке собака породистая американская кита балу который в течение двух месяцев у нас проходил реабилитацию после тяжелой операции в хабаровске от собаки тоже отказались и сейчас уже будучи здоровым мы пытаемся найти ему дом его в городе очень многие историю знают и слышали в соцсетях было активно обсуждение этого потому что на его лечение требовалось около ста тысяч и совместными усилиями в общем то не только нашего города наверное все страны участвовали все переживали все собака сейчас здорово и мы надеемся что она найдет достойного хозяина вы упомянули что ваш проект стал уже не только городским и затрагивает какие-то другие регионы россии и возможно стран зарубежья то есть вот если говорить о настоящем моменте вот движение началось в 2013 году прошло уже семь лет да и вот что на данный момент представляет себя организация вселенная добра как ее можно характеризовать какие она сейчас ставит цели задачи и как эти цели задачи изменились по отношению с 2013 годом то есть что-то поменялось об этом что поменялось раньше конечно мы работали сами по себе потихонечку как бы без нашего без огласки для города сейчас мы стараемся о себе заявить участвовать во всех мероприятиях мероприятия добрый комсомольск который проходит в принципе добрый хабаровск проходит добрый комсомольск во многих городах проходит каждый год благотворительное мероприятие где очень много организаций принимают участие мы каждый год стараемся в нем принимать на набережной нашего города принципе у нас уже стали приглашать на мероприятие библиотека островского всякие дк алмаз музеи клубы любителей кошек породистых мы всегда принимаем там участие с нашими беспородистыми бездомными кошками нас приглашают мы участвуем удается собрать какую-то помощь животным поучаствовать кто-то находит дом люди приходят и выбирают себе беспородное животное стараемся чтобы о нас знали потому что мы проводим сейчас просветительскую работу агитацию проводим уроки добра в школах в садиках наши волонтеры ходят с животными что еще проводим акции всячески даже проводим акции по льготным стерилизациям когда люди могут за очень маленькую сумму стерилизации у животных ведь таким образом их будет меньше рождаться что нам облегчает наш труд постоянный это сложно очень сложно людей к чему-то призвать на самом деле мы не уговариваем и не заставляем и не агитируем набрать людей домой там 50 кошек например или 10 собак но помочь кому-то одному всегда можно себе позволить либо просто следить за своими животными что очень важно потому что с этим тоже на самом деле большая проблема когда люди не могут за одним своим животным усмотреть это свободный выгул собак которые бегают сами по себе мало того они физически могут пострадать они плюс еще потомство оставляют на улице то самое принципе кошек касается поэтому стараемся очень многие школы садики тоже уже приглашают нас ну последний год конечно было сложно в связи с пандемией было сложно нельзя было проводить мероприятия атаку и выезжаем его морск и солнечный зовут школы садики потому что проходят беседы интересные деткам объясняют как животными себя вести как и можно помочь проводятся тематические уроки сейчас у нас скоро 9 мая день победы мы надеемся что уже во многих школах разрешено проводить мероприятие мы сможем детям провести у нас всегда принимает участие наш волонтер лабрадор шарон то есть у него есть там костюмы и 9 мая и в общем то всякие разные очень рад тоже общению с детьми с людьми и деткам очень приятно многие даже никогда не трогали собак часто и такое встречается и для них это вообще очень интересно в общем мы работаем мы стараемся сокращать количество бездомных животных именно на улице и этой работы и с населением с домашними животными и конечно вытаскивание животных с улицы и не допущение их попадания туда обратно скажите а с какими еще другими организациями городскими или может быть из других городов других регионов вы сотрудничаете следите за их новостями или берете с них примеру не сказать что мы сотрудничаем мы сотрудничаем с нашими самым приютом в амурске взаимно мы обращаемся друг другу за помощью если в этом есть нужда принципе и друг другу не отказываем стараемся помочь потому что они знают какой-то труд и мы знаем какой-то труд так как у них приют они больше на собаках конечно специализируется у нас нету приюта у нас это дом происходит и поэтому естественно у нас как-то большая часть на кошек помощи перекладывается потому что их легче держать дома даже большом количестве это легче сказать что с другими городами нет на самом деле на это нет даже времени если честно даже не хватает времени потому что это бесконечная работа бесконечный уход за животными еще нужно выделить время чтобы их пристроить а это распространение в соцсетях различных пабликах новостных объявлений это тоже очень работа такая много времени занимает поэтому у нас принципе идет разделение кто-то занимается пристройством пиаром животных в соцсетях кто-то берет домой кто-то транспортно помогает кто-то в общем стараемся нет такого что кто-то должен что-то делать либо все должны делать одно и то же кто что может тот то и делает вот и так вот наша группа существует кто что может это тот то и делает вообще вы по сути берете определенную часть государства до ухода животными бездомными животными берете вот эту функцию скажите а вот ваше сотрудничество с администрацией города с с правительством края вот как-то выходит на какой-то новый уровень если какая-то помощь или какие-то совместные участия в каких-то проектах сотрудничество с государством с правительством даже с администрацией нашего города практически никакого нету потому что все очень сложно очень сложно и это тоже такая одна из больших проблем это защита животных на государственном уровне ее практически нету выпущен один единственный закон и тот очень сырой практически бесполезный можно так сказать мы с него ничего не можем взять и в общем то вот он и есть и есть помощи какой-то финансово еще что то этого тоже нет раньше когда мы начали свою деятельность мы пытались обратиться куда-то в администрацию там в отдел молодежи и депутатам но не ничего ничем они нам помочь не могут поначалу мы пытались даже найти помещение чтобы там какой-то организовать приют для кошек например да ну какой-то небольшой где можно разместить клетки в вольер очки и там держать животных но даже с этим нам никто помочь не смог поэтому поэтому мы просто делаем и делаем сами по себе делаем и делаем обычный день сотрудника до волонтера вашей организации вот буквально вот кратенько да что он из себя представляет вот как начинается до что делается в течение дня и как как этот день завершается во сколько часов может быть и в одиннадцать и двенадцать а насколько много работы сейчас на данный момент работы много всегда всегда есть чем заняться свободной минутки нет вообще потому что если тебе свободная минутка ты сразу начинаешь там быстрее идти там их фотографировать делать объявления чтобы поскорее найти им дома и взять следующего распорядок дня я могу свой рассказать это очень ранний подъем потому что дома детки до детки еще своя работа учеба это очень ранний подъем нужно у всех убрать у меня сейчас на передержке пятеро кошек это значит стоит пять индивидуальных клеток в каждой нужно все помыть убрать сменить лоток всех накормить помимо этого есть больные животными за которыми нужно определенный уход до сделать уколы дать таблетки сделать капельницы поэтому утром это все очень быстро ребенка в сад в там час полтора это быстро ты начинаешь шуршать дома еще еще же свои животные а надо чтобы было все чисто чтобы там муж не сказал там что с дома такое чтобы как у многих складывается мнение если дом много животных там хаос шерсть запах грязь и все это бесконечно нету я вам хочу сказать что у многих волонтеров у которых дома много животных порядка десяти двадцати дома чистые чище чем у многих у кого вообще нет животных за этим очень строгий уход это основное требование естественно вот семьи чтобы это не мешало жить поэтому все свое время тратим на это уборка обработка кормежка быстренько в сад в школу на работу с работы прибегаешь опять в первую очередь убираешь там никакой еде не может быть речи порой приготовить некогда все уход опять капельницы таблетки потом опять школа сад сделать уроки и перед сном ну 10 в 11 вечера опять кого-то прокапать кого-то уголоть убрать и день начинается очень рано и заканчивается поздно и поэтому у тех у кого дома животные нам некогда например объявление делать даже чтобы их забрали и можно было следующего а там уже очередь за спиной стоит люди пишут звонят заберите у нас подъезде у нас подвале сейчас кошка на очереди которая три года живет в подъезде три года живет в подъезде этом кормят но никто из подъезда ее за три года не забрал вот а хочется чтобы она дома жива надо этих раздать как вас получается совмещать свою личную жизнь да вот такой активной волонтерской деятельности у вас помимо вот этой работы есть и своя да какая то я так понимаю как вот получается такой объем работы за один день помогают может быть семья помогают все спрашивают первую очередь этот вопрос знакомые друзья как ты все успеваешь у нас там один ребенок мы ничего не успеваем работа я не знаю как это удается но это просто желание это желание когда ты хочешь ты сделаешь порой очень сильно устаешь психуешь думаешь все больше никаких животных я хочу жить нормально как нормальный человек почему я волонтер вот но на следующий же день уже это все забывается потому что ты видишь что кому-то нужна помощь а у тебя есть возможность помочь и все сначала сначала родные конечно наверное тоже хотели бы чтобы я жила обычной жизнью обычным человеком чтобы у меня была одна кошка дома как у многих не столько сколько их у нас но уже все смирились и привыкли уже сами в чем-то участвуют в чем-то поддержит помогают конечно мой муж моя опора конечно во многом помогает сейчас у меня учеба я уже на сессии месяцами и весь уход ложится на него помимо детей еще и куча животных справляется научился волонтер по неволе волонтер по неволе но уже как бы тоже привыкаем ко всему к этому к режиму к этому сложному привыкаем иногда хочется сделать разгрузку иногда хочется отдохнуть бывают такие моменты где-то на недельку-две когда ты всех раздал немножко отдыхаешь и потом опять понеслось мы вот подошли к вопросу волонтеров да что из себя представляет обычный день волонтера и давайте немножко расскажем на данный момент сколько волонтеров в организации как активно приходят новые люди как вы ведете работу по привлечению новых людей энтузиастов и какие проблемы существуют именно вот в этом направлении вопрос количество волонтеров очень у нас конечно смешной потому что люди пишут и звонят да ну вы же волонтеры у вас организации да у нас всего-то 10 человек из них только половина берет домой животных на временное содержание и это количество животных колеблется там от двух трех и до десяти кто сколько может себе позволить у кого сколько своих животных поэтому нас очень мало 5-10 человек на весь город этого очень мало мы очень хотим чтобы люди привлекались но люди пугаются всего этого мы стараемся людей всячески поддерживать люди обращаются например которые я подобрал кошку что мне делать мы всячески помогаем чтобы человек понимал что это не страшно этим можно заниматься это не нужно брать 5-10 кошек примеру кошка да это касается любого животного щенка собаки мы помогаем оплачиваем стерилизацию предоставляем корма препараты для обработки от паразитов то есть мы стараемся помочь всячески и физически и морально и материально мы помогаем пристроить животное мы можем поехать на фотографировать если это какие-то бабушки дают люди пожилые мы размещаем везде объявления находим дом животному люди благодарны и уже сами говорят если у вас кто-то будет вы можете к нам обратиться мы одного возьмем вот так вот на время для нас это большой плюс потому что место размещения животных не хватает и поэтому вот у кого есть возможность взять домой хотя бы одно какое-то животное на время время поиска семьи зависит конечно и от вида животного там от возраста цвета характера где-то от и до недели но максимум до месяца редкий случай когда животное задерживаться надолго полгода год это очень редкий случай но такие тоже бывают почему-то сами не знаем почему обычно это месяц-два и животное находит дом это не значит что вы будет у вас годами жить если вы возьмете как многие думают я возьму да кому она надо кто его возьмет всех забирают всех забирают я могу вам привести пример да у нас мы стали с 2015 года вести учет животных про стерилизованных и создавать архив фотографий у нас в 2015 году например судя по фотоальбому стерилизованных животных и было 115 за год это начало нашей деятельности то есть эти 115 животных за год который мы прооперировали значит они были у нас на передержке и мы им нашли дом и вот так вот каждый год у нас росло в шестнадцатом году 180 животных 2017 280 животных за год значит они про стерилизованы они пристроены они нашли год ну дом 2021 году в этом году у нас уже 70 животных вот до настоящего дня у нас 69 69 животных если вы очень точно говорить про стерилизованно находится либо уже нашли дом либо находятся сейчас на передержке поэтому волонтеров очень не хватает очень не хватает вообще даже можно не брать домой животное очень нужна помощь в соцсетях введением страничек размещением объявлений в этом тоже очень нужна помощь вы говорили то что проведено очень много операций спасено очень много животных а вот и всех интересный вопрос а как вот где вы ищете источники финансирования это же все деньги да соответственно как как находите источники кто помогает финансирование конечно это все пожертвования пожертвования от населения если учесть что 300 животных в год прооперировано это только мы говорим о стерилизациях это порядка 1000 1500 за каждое животное у нас выходит очень большая сумма за год на эти цели помимо этого еще уже их нужно кормить и лечить поэтому сумма удваивается и вот в этом вся благодарность только населению многие про нас знают многие оказывают помощь на каждое животное индивидуально организовывается сбор по факту сбора средств сбор закрывается ну и бесконечно вот этот процесс открытие и закрытие сборов до а кто чаще всего жертвует предприниматели организации города или все-таки обычные жители только обычные жители только обычные жители и все переводы порядка 100 200 300 рублей редко приходят большие суммы точнее большие суммы вообще не приходят за исключением заграничных переводов есть у нас 23 человека которые помогают финансово ну на очень большие сборы как был на дарте девушка из калифорнии перевела для него большую сумму а вот об этом случае по подробно можно сказать поподробнее сама она из комсомольска как выяснилось уже в разговоре и сказала что я право знаю мне сказали вам можно доверять мне очень не безразлична судьба от этого животного я хочу помочь финансово вот и перевела для него сумму 16 тысяч рублей то есть для нас это очень большая сумма именно пожертвования это может быть небольшая сумма в общем-то да для людей но именно как пожертвования которых мы там больше пяти тысяч не видели никогда для нас это большая сумма и мы очень благодарны за это конечно это практически почти за все обследование хватило заплатить на котором и потратить скажите а все таки вот вот это направление вот эта деятельность она все-таки убыточна или на ней что-то тоже можно заработать и пустить в развитие заработать можно заработать но мы этим не занимаемся а так даже платные передержки организации каких-то платных гостиниц для животных это можно было бы сделать я думаю так потому что некоторые люди обращаются да что мы готовы заплатить вы заберите с улицы тогда они оплачивают стерилизацию покупают корму и мы тоже идем на встречу таким людям которые готовы хоть что-то вложить да какие-то свои хоть силы хоть средства это очень радует и мы стараемся не отказывать таким людям чтобы у них не было потом точнее чтобы не пропадала у них желание помогать если у них есть такое желание вот кто-то может помочь до физически а кто-то может помочь финансово почему нет поэтому в основном конечно все обращения это вы волонтеры придите заберите все остальное нас не волнует скажите какой вы видите эту организацию вселенную забрать через 10 лет какое вы бы хотели чтобы она стала что из себя представляла через 10 лет это тоже сложный вопрос потому что живем на самом деле вот днем сегодняшнем что будет завтра мы не знаем всей надежды на изменение нашего законодательства от этого будет зависеть наша деятельность мы надеемся все таки на какие-то разумные законы поправки к законам какие-то изменения как что-то на государственном уровне может быть будет организована мы только за и мы будем в этом участвовать и будем в этом максимально помогать безвозмездно без было бесплатно мы же волонтеры мы хотим чтобы это было чтобы это развивалось самое такое что мы хотим в будущем на что мы надеемся о чем мы мечтаем это все-таки законы которые будут приняты по отношению к домашним животным даже нет бездомным с бездомными мы справимся разберемся а бездомные у нас идут все от домашних от домашних вот это самая основная причина и проблема наша всех волонтеров и всех домашних животных поэтому мы надеемся только на то что будут приняты законы по именно ответственному отношению к животным насколько я знаю по моему должен был принят закон о паспортизации животных не так давно эта информация ну это все пока вот как обычно это рассматривается очень долго и ну что даст паспорт ничего если человек безответственно ему этот паспорт ничего не даст должно быть наказание что нужно сделать человека чтобы прийти к вам написать позвонить расскажите пожалуйста вот человек захочет стать волонтером посмотрев это видео куда ему обратиться куда написать куда прийти хоть написать хоть позвонить хоть что мы уже очень ждем этого момента но наша группа вселенной добра есть во всех социальных сетях одноклассники instagram вконтакте мы есть везде везде из контакты можно написать можно спросить какая требуется помощь можно с предложить чем можете помочь вы какие есть предложения какие есть пожелания мы всегда идем на встречу всегда готовы на диалог и всегда готовы сотрудничать и мы вообще готовы на все лишь бы хоть как-то к нам кто-то присоединялся потому что нас все меньше и меньше сами подумайте десять человек на город конечно нам нужны еще люди это не значит что что мы будем заставлять вас что-то делать нет то что вы можете то что вам по силам пожалуйста мы благодарны за любое участие в помощи животным ну что ж друзья вы послушали эту историю о людях действительно с большим сердцем которые живут среди нас живут комсомольские которые несмотря на финансовые проблемы на проблемы в законодательстве пытаются и решают реальные существующие проблемы присоединяйтесь к ним но на этом мы прощаемся всего доброго с вами был до вы комедия